До армии работал продавцом-консультантом в ЦУМе. Он тебе рассказал все эти классные истории, и ты оказался в ритейне. И те редкие посетители, которые туда заходили, я на них просто вот как клещ, наверное, в них вцеплялся. Ты сейчас можешь холодильник разобрать и собрать. Мы не продаем, мы помогаем покупать. Так вот по этому показателю компания Антона, она была безусловным лидером. Мы запустили магазин, собственно, он до сих пор успешно функционирует. Действительно ли можно добиться успехов в нашей стране без Алёва? Мой дядя знает того-то. Да, в Казахстане это возможно. Неважно, что ты продаешь и где ты продаешь. Всем привет, друзья. Это подкаст «Один друг Шайкина». И сегодня у нас в гостях один из самых, по моему мнению, крутых, эффективных управленцев нашей страны. Человек, который добился успехов сам. От, грубо говоря, продавца до директора по розничным продажам одной из крупнейших компаний нашей страны. Технодом. Судариков Антон. Антон, спасибо, что сегодня пришел. С темы сегодняшнего выпуска – умение продавать. Так как человек уже почти 18-20 лет работает в этой сфере, я пригласил сегодня специально Антона. Сразу скажу, на берегу. Антон оказался карагандинцем, моим земляком. Я узнал об этом буквально 3-4 года назад. Антон, еще раз благодарю тебя, что ты сегодня здесь. Я думаю, что ты сам расскажешь свой жизненный путь. Основной посыл, ты знаешь, это советы начинающим предпринимателям, как им стать, не знаю, бизнесменами, крутыми управленцами, те люди, которые сейчас стоят на начале жизненного этапа, как им добиться успехов, сделать поменьше ошибок и дойти до такого уровня, как ты. Потому что это действительно большой уровень. И первый вопрос, пока ты не начал говорить, сейчас сначала в двух словах о себе, а потом первый вопрос, он будет такой. Действительно ли можно добиться успехов в нашей стране без, там, алло, там, мой дядя знает того-то и так далее и там подобное. Расскажи, может, от тебя кто-то звонил, там, я не знаю. Пожалуйста. Раслан, спасибо, что пригласил. Конечно, с удовольствием поделюсь всем, чем знаю. Если это будет полезно молодым людям, предпринимателям, либо ребятам, которые, как ты сейчас говоришь, стоят на распути, вот этой перекрестке и не знают, куда пойти. Если это им будет полезно, конечно, буду очень рад. Ну, отвечая на твой первый вопрос, да, в Казахстане это возможно. Без звонков никто за меня не звонил. Или было, честно скажи. Честно, не было, да. Конечно, нет, потому что в ритейле такое не работает. Ну, это невозможно, если ты сам себе не враг, и ты там собственник компании, либо сам развиваешь свой бизнес, конечно же, ты не будешь брать там по каким-то там связям, знакомствам, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Если человек сам этого не хочет, если он сам не заряжен, не готов развиваться в этом направлении, прокачиваться, то у этой истории нет никакого будущего. А долгосрочного будущего и подавно нет. Ты закончил Карагандив университет и уехал сюда, да? Как было? Ну, было так, как я попал в Алма-Ату, история была такая, что я попал служить в армии. В те времена еще служили два года. О, ничего себе. И ты два года служил? Да, я два года служил. Но более того, я еще потом два года по контракту служил. Мне так понравился климат, но я думаю, ты как карагандинец меня можешь понять. Очень мягкий климат, хороший, конечно. И я решил, что останусь здесь, в этом городе. Один? Да, один. И как я попал в продажи, со мной служил парень. Он еще до армии работал продавцом-консультантом в ЦУМе. Ну, был отдел небольшой в ЦУМе. Тогда в ЦУМе, в те времена, в Алма-Ате продавали там бытовую технику, там телефоны, там радио. Это было очень такая самая эпицентр, да. И я помню, что во время службы он рассказывал все вот эти истории. В то время, как бы, ну, в Караганде, там, холодильник сайт-байсайт еще там в глаза не видел. Какой год? Это с 2000-х годов, с 99-го по 2001-й я служил. И мне стало так это интересно, что столько есть вещей крутых, технологичных. Ну, в то время это было просто что-то вау, да. Но подсознательно, конечно, это очень заинтересовало. И после того, как я закончил службу, я решил, почему нет, пойду попробую. Грубо говоря, он явился виновником того, что вы лежа там в казарме на кроватях, да, он тебе рассказал все эти классные истории, и ты оказался в ритейне. Да. И мой путь начался, путь продавца, да, так скажем, начался в таком небольшом камерном магазинчике на гугле Аблайхана был магазин монобрендовый Симмонс. Это такой очень хороший район, но, к сожалению, бренд Симмонс, как бытовая техника, не очень популярен в целом в Азии, да, но и в Казахстане в те времена, там, 2000-е, начало 2000-х годов был тоже только знаком каким-то людям, которые разбирались, либо там, ну, да, здравствовали в Европу, да, это немецкая. У нас больше Бош популярен, ну, такой красный больше, азиатский, да, а Симмонс больше европейский, в Европе наоборот. И, в общем-то, был такой магазин, он был в двух уровнях, ну, компактный такой, юбилейный магазин же знаешь, да, знаю, вот с торца был. Сколько лет отработал ты там? Там я отработал, ну, год, полтора года где-то вот так. Всего лишь? Да, всего лишь полтора года, но я скажу, что за эти полтора года, там суть в чем была? Он был совсем небольшой, трафика там, как ты понимаешь, было немного, и людей, которые туда заходили, было тоже немного. И все это время свободное, которого там было очень много у меня, я занимался тем, что изучал технику. Я штудировал все каталоги, тогда не было там такого легкого доступа в интернет информации, да, но все каталоги, все брошюры там рассматривал все это, разглядывал, разбирался, мне было очень интересно. И те редкие посетители, которые туда заходили, я на них просто вот, я как клещ, наверное, в них вцеплялся. И с вдохновением, да, и мы рассказывал это. И, конечно, там получалось и продавать, но не все могли себе в то время позволить такую технику, она была достаточно дорогая. Холодильники, да? Холодильники, стиральные машины, кофемашины. Получай, ты сейчас можешь холодильник разобрать и собрать? Нет, нет, не разобрать. Я имею в виду разбирался, опыт остался. Я разбирался в его функциях, характеристиках, фишках, а, конечно, там разбирать внутрь. Да, я же желаю. Так, вот, вторая года, да. В общем, я там отработал, и в то время развивались уже сетевые магазины. То есть, ну, на сеть, в которой я работал, она стояла, там, по-моему, из пяти или четырех магазинов, но какого-то перспективного развития не прослеживалось. И я понял, что мне этот магазинчик уже, ну, такой, стесноватый, да. И в то время компания «Технодом» открывала магазин на Ленина-Садпаева. Это был первый? Нет, это был третий, там, третий магазин, да. Третий магазин компании. И я, как бы, вот туда объявили набор продавцов в эту команду. Я заявился, меня туда взяли. И, в общем-то, как бы, ну, сначала выкладки, там, строительство этого магазина, я уже принимал участие и начал свою карьеру, скажем. Восемь на поле «Технодом». Нет, на тот момент было мне уже. Нет, в 18 лет компании, да? Да, да. А сколько ты проработал продавцом в «Технодоме» в этом магазине? В этом магазине, ну, тоже, наверное, года полтора я проработал продавцом, а потом стал администратором, потом директором. Это уже магазин? Ну, получается, в этом магазине ты лет пять проработал? Я думаю, три. А, три? Три, да. У тебя такой карьерный рост, когда очень быстро ты вырос. Да, и я могу объяснить, почему. Почему? Потому что после того, как в этом магазинчике «Симмонс» ко мне очень редко заходили посетители, и я на них набрасывался, для меня было шоком в «Технодоме», что продавцы… Там была большая команда, естественно, магазин был больше, и потом уже было имя, как бы, и трафик, и столько посетителей было, и для меня было вообще удивление, почему эти продавцы-консультанты не подходят к посетителям, да, и не пытаются помочь им приобрести технику, там, или что-то рассказать, ну, вообще узнать, что это сюда привело. Я, собственно, этим занимался без остановки. Паривал, да. Паривал, скажем так. Нет, я помогал покупать. Мы не продаем, мы помогаем покупать. Да, да, да. И, соответственно, у меня были очень хорошие продажи, очень быстро образовалась база постоянных лояльных клиентов, которые ко мне приходили, ну, и руководство магазина это все, конечно, заметило. Какой-то рекорд ты поставил, собственный, который не побил по сегодняшний день? Слушай, ну, это невозможно. Сейчас, во-первых, такие вещи технологичные, потом технологии продаж сами так устроены, что они позволяют тебе вообще бесконечно много продавать. И плюс, конечно, ценник на девайсы там. Ну, что тогда там были какие-то, даже смартфоны, да, там сейчас. Ну, какой-то внутренний же у тебя был такой интерес, скажем так, да? Какие-то рекорды ставят, собственно. Да, конечно, всегда номер один в магазине всегда. А ты был, да? Да. Вообще супер. Ну, мы там конкурировали, но именно, если ты говоришь, что была ли такая цель, да, конечно, она была. Ну, скажем так, это была очень большая польза для твоего будущего развития, скажем так, да? Без этого ты бы не стал бы тем Антоном, кем ты стал сегодня. Конечно, нет. И еще, ну, как бы история-то в том, что, когда ты научился хорошо продавать, мне, когда я научился хорошо продавать, мне стало интересно, а как это вообще работает-то весь этот магазин, да? Ну, то есть там ведь есть еще товаровед, условно говоря, да, он чем занимается, откуда товар приходит. То есть что такое продавец в магазине? Вот тебе привезли товар, там ты с ним выставил его, да? Пришли люди, ты проконсультировал, продал там на доставку, заполнил, положил все. Мне стало интересно, что за этим всем стоит. И я стал потихоньку туда тоже, как бы, нырять, интересоваться, узнавать. Интерес проявлять. Интерес проявлять, да. Я почему спрашиваю, у нас молодежь, есть же и такое, что вот вуз закончил, и тут же хотят крутую должность. Стать начальниками, стать, это там, порулить, да, где-то и так далее. Я понимаю, вот на твоем кейсе, что в этом бизнесе это очень сложно. И ты до этого еще сказал, что это невозможно. Да? Это возможно, но вопрос, будешь ли ты успешен, когда ты не знаешь всех процессов с самого начала, как это работает внутри, под капотом, ну, ты вряд ли будешь там супер хорошим водителем, да, если ты не знаешь, как там все устроено. А важно быть, важно ли, где ты продавец, на базаре или в каком-то специализированном магазине? Важно для чего? Для твоего будущего. Нет, я думаю, что нет. По сути, не важно, что ты продаешь и где ты продаешь. Важно знать очень хорошо продукт, который ты продаешь, любить его, ну и, конечно, любить клиентов. И, в принципе, я думаю, в любом направлении, может, это будут продукты, какое-то оборудование, там, возможно, B2B продажи, в принципе, все те же самые. Потом тебя заметили, ты стал администратором? Да, администратором, потом директором магазина. Я еще, кстати, съездил, пока был продавцом, открывался магазин в Караганде на родине у нас. Я, конечно, не мог это оставить для своего участия и заявился. Тогда собирали группу опытных продавцов, отправляли на месяц и они там, в общем-то, организовали работу магазина, то есть, чтобы соблюдали все стандарты и так далее. И ты месяц прожил? Да, я месяц прожил в Караганде, мы запустили магазин и, собственно, он до сих пор успешно функционирует. Как оказалось, теперь вот он твой, да? Круто, круто. Ну, мы с Антоном, друзья, познакомились в тот момент, когда у нас, честно сказать, стоял выбор в нашем торговом центре, кто это будет из бытовой техники. Да, технодом стоял, они были всегда изначально, но на тот момент, ну, ты же понимаешь, была такая здоровая конкуренция с другими вашими коллегами, конкуренция и так далее. И вот тогда действительно, можно я это скажу, чтобы ты завтра не сказал, вот это не надо было говорить. Мы посмотрели эффективность на квадратный метр. Сколько генерирует магазин на один квадратный метр? То есть, если ты там сдаешь в аренду кому-то из больших ребят, то обязательно очень важны продажи этих ребят. Я понимал на тот момент, что одно из основных, один из основных таких критериев, это доходность на квадратный метр. Так вот, по этому показателю компания Антона, она была безусловным лидером. И поэтому на сегодняшний день, несмотря на то, что условия, которые предложили конкуренты Антона были на порядок лучше, мы приняли стратегическое решение все-таки остаться вместе с компанией Технодом. И об этом, если честно, не пожалели. Я тебе открыто говорил, да, то есть, уже время-то это прошло. Ты знаешь, что... Уже можно посмотреть результаты, да. Да, и результаты можно посмотреть, и честно, мы не пожалели. Поэтому я благодарен, наверное, и тебе, и твоей команде, и нашей команде, которые все-таки сумели договориться на тот момент, несмотря на то, что, конечно, соблазн был, правда тебе скажу. Но исторически, так как вы стояли там, и мы с вами прошли, и огонь, воду, и медные трубы, правильно? Да, и сложные были периоды, и вы не уходили, и вы не подводили на тот момент, да. И это тоже было очень важно, что если ты уже прошел с партнером там очень сложный путь, на каком-то этапе разводиться, грубо говоря, в кавычках, да, там, за какие-то деньги, но это было неприемлемо. Поэтому еще раз тебя благодарю за это. Вот, так, потом после директора магазина ты стал? Ну, я стал директором другого магазина. По горизонтали? Ну, как бы не совсем по горизонтали, потому что открылся магазин в Армаде, он на тот момент был самым крупным. Это было 2800 квадратных метров. Это какой год уже? Это уже 2005-2006. Ну, вот, собственно, стал директором Армады. Сколько лет там? Около двух, двух с половиной лет. Потом? Потом на регионы. О, так, что курировал? Караганглопе. Ну, изначально я курировал все. То есть у нас было два региональных директора. Один был в Алмате, Алмата-юг, а остальное это было все. Потому что тогда только шло активное развитие и открытие магазинов регионов. И начиная там от Октау и до Петропавловска, все эти магазины, ну, большинство из них там, собственно, открывал уже я и занимался. Вот я и хотел спросить, можно сказать, что 99% магазинов открывал ты сам? Ну, сейчас уже не 99, уже, конечно. Вообще в целом, да? Ну, 90 точно. В какой-то момент, да, там, большинство, там, 80% новых магазинов, это были, да, мои. Все понятно. Так, когда стал директором по рознице или перед этим еще что-то было? Нет, собственно, тогда укрупнялись регионы, я стал директором регионов в Астане, в которые входили Астана, Караганда и, как считаю, Петропавловск, северная часть. И после этого уже стал директором по рознице. И получается, ты уже сколько лет директор по рознице? Четыре или пять? Пять. Пять. Нравится? Да, очень нравится. Интересно, скучать некогда. Получается, во всей компании Технодом работает около пяти тысяч людей, да? Около. Плюс-минемо, да? Сколько непосредственно под твоим, скажем так, кураторством? Ну, около четырех тысяч. Четыре тысячи? Это же очень много. Да. Обалдеть. Серьезно? Серьезно. И они все напрямую? Нет, конечно, не напрямую. Ну, имеется в виду, сколько из четырех тысяч ты знаешь лично? Ну, я думаю, несколько сотен. А есть среди них продавцы? Может быть, да, это в большей части продавцы. Серьезно? Да, конечно. По именам, по фамилиям? Да, да. Во всех регионах? Да, да, да. Правда? И в лицо, конечно. Я же все время езжу по регионам, я с ними разговариваю. Там есть очень крутые ребята, у которых есть чему поучиться. Да, ну, приведи пример. Ну, примеров масса, Руслан. На самом деле, приезжая в регионы, сидя здесь в офисе, ты думаешь, что это так, так, так работает, внедряешь какое-то новшество, приезжаешь в регион, тебе продавец консультант говорит, вот, знаете, это вот так, так, это мне мешает продавать, это клиенту неудобно. Давайте лучше сделаем вот так, вот так. То есть, он свое видение предлагает тебе, как это функционально лучше, потому что экспертиза у него, я очень редко сейчас общаюсь с клиентами, я стараюсь это делать чаще, как можно, посещая магазины, либо когда ко мне обращаются, там, друзья, знакомые, там, партнеры и так далее. Это для меня тоже клиенты и это тоже опыт, но продавец-консультант лучше меня знает сейчас эту ситуацию, потому что он находится в поле. Как их мотивировать? Вот, четыре тысячи человек. У них по-разному есть, ну, смотри, есть люди, которым важно одно, есть те, которым важно другое. Если мы говорим о продавцах-консультантах, то, ну, безусловно, это деньги, ну, это заработок, это возможность заработать. То есть, ребята приходят и зарабатывают. И вы им даете это? Да, конечно. Такую возможность мы даем, мы даем все возможности для бесконечно большого заработка. То есть, у нас доход продавца-консультанта, он ничем не ограничен, только его физическими возможностями. То есть, если целый день продавать, 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 продавать? Да, если целый месяц продавать, продавать, продавать. Это можно? Да, можно, и это так и работает. На самом деле, лучшие продавцы-консультанты, они денег зарабатывают больше, чем директор магазина. серьёзно но это волки там такие ноги и они их кормят слушай круто я тут думал ты ездишь по регионам приезжаешь даешь им мастер-классы обучаешься получается есть такие регионы где тебя нет это взаимно потому что да конечно я езжу и даю им мастер-классы потому что мой опыт он больше чем у них и я вижу как бы картину немного шире и поэтому конечно же я с ними делюсь тем что я знаю тем что я умею своими фишечками которые применял когда продавал потом делюсь фишечками тех ребят которые мне показали другом регионе и что-то я беру от них но это общение она взаимовыгодная я думаю это приятно и мне и ну я на это очень надеюсь грубо говоря путь твой путь теперь всем понятен как ты дошел до этого уровня что посоветуешь молодежи вот очень много ребят а к статистике кейсы где в данный момент сегодняшней экономической ситуации ребята привозят бытовую технику продают но за исключением телефона скажем так кладильники ты имеешь ввиду не консолидирована да да нет нет уже все этот рынок консолидирован он полностью у крупных игроков да да ну где поместиться молодежи начинающий чтоб ты мог им рекомендовать вот именно в этой отрасли бытовая техника да там и так далее где они могут себя найти и как ты же всю эту картину видишь целиком шире как ты говоришь да масштабно да чтоб ты посоветовал я бы посоветовал учиться в этом направлении прокачиваться и самый главный совет это то что сказал есть ребята которые сразу хотят там после университета приняли самым главным стать и деньги зарабатывать так не работает нужно немного времени потратить инвестируй в себя да в свое обучение и я бы посоветовал продвигаться внутри любой крупной компании очень хорошо выстроено обучение как минимум у нас буду говорить за себя у нас очень классно настроено обучение мы сопровождаем от старта от входа ребят и там да опять же бесконечно топ-менеджер все обучение настроено налажено оно очень крутое очень современная онлайн ты можешь учиться в любое удобное время в удобном формате и прокачивать себя развиваться в этом направлении узнавать новое и собственно там либо выбирать для себя дальше либо ты развиваешься и растешь внутри компании как наемный сотрудник и повышая свою квалификацию до либо ты в какой-то момент можешь понять что да ты готов созрел для какого-то своего бизнеса для своего дела и можешь имея уже эти все навыки и знания пытаться открывать свое дело это может быть обязательно бытовая техника вот вот я и хотела как это работает внутри дальше там уже не имеет значения что ты увидел какую-то там свободную нишу посчитал что она перспективная вперед то есть это опыт да это в том числе это опыт и знания причем знаешь я бы хотел заметить руслан что это знание которые невозможно там я не знаю в казахстане университета или там какого-то учебного заведения в котором ты можешь получить эти знания теоретические даже а здесь очень большой плюс и это очень круто то что ты помимо того что получаешь эти теоретические знания ты тут же можешь их проверить на практике то есть практически применить закрепить и все это уже становится твоим навыкам то есть это не просто какая-то теория которую еще там когда-то может быть надо проверять ломать копья и так далее да а тратить время да тут и грубо говоря как в таком очень комфортном пространстве можешь развиваться скажи пожалуйста еще такой вот у нас был гостях юра никодюк это пинты до кафешки но у него там 67 пинт полторы тысячи человек работает он также прошел путь вот официанта до директора владельца сегодня и так далее реально ли вашей компании очень много ребят будет смотреть завтра этот подкаст согласен потому что в рознице реально очень ну я думаю если в техно доме там у тебя 4000 там взять супак там на тысяч пять да но я думаю что мечта эврика еще какие-то компании фора тоже активен когда ребята и тогда я думаю будет интересно не только тем кто занимается там и торгуют электроникой бытовой техникой любая розница в целом так вот вопрос мы с ним обсуждали то что в турции есть культура центр то есть и сам бывал да ты же знаешь они там все такие там конечно быть в этот раз я только приехал оттуда в костюмчиках вылезаны таки еще молодцы понимаешь просто молодцы у нас культура продавцов она есть было или будет вот какой то и мне тоже сам с этого начинал да я я думаю что это очень хороший вопрос очень хороший вопрос сейчас расскажу почему я думаю что у нас это культура сейчас понемногу формируется то есть а ну да понемногу это уже я по крайней мере это вижу если раньше допустим в основном продавцом работала молодежь продавцами консультантами работала молодежь молодые люди там студенты то сейчас уже как бы понемногу средний возраст он растет и это меня честно говоря радует потому что у меня есть одна такая большая цель чтобы в этом направлении сдвинуть как будет немного ускорить процесс да и большая цель состоит в том чтобы профессия продавца консультанта потому что эта профессия продавца так скажем до официанта эта профессия она стала в нашем обществе более уважаемый и могли возрастные там люди без там каких-то стеснений или неудобств спокойно работать в этой отрасли и зарабатывать деньги плюсов в этом масса во всем мире это работает работает в европе то же самое все официанты упомянул в турции все возрастные ребят да мужчины то что мужчине обретает мужчины это мужчина у него значит есть семья да он себя он семью кормит дети они учатся и так далее так далее значит ему достаточно средств и как бы ну условно говоря детям не стремно что их папа работает там официантом да потому что он просит он профессионал своего дела и действительно когда ты приходишь туда и смотришь как это как у него это круто получается да пусть когда ты просто приходишь в ресторан там или в кафе в какой-то и видишь что это просто профессионал и ты получаешь от этого удовольствия соответственно он очень уважаемый человек и вот моя большая цель состоит в том чтобы это немного ускорить в казахстане короче это твоя мечта громко сказано это моя мечта потому что на самом деле да вот объясню про обычный пример да ты приходишь допустим покупать не знаю там духовку тебе приходит молодая девушка или молодой парень и рассказывает технические характеристики этой духовке но ты покупаешь духовку не за технические характеристики да ты покупаешь ее для того чтобы решить свои какие-то бытовые вопросы либо у тебя есть какие-то наклонности там кулинарные либо у тебя есть какие-то предпочтения видео и соответственно эти молодые ребята они не пользовались никогда этой духовкой потому что как правило на или родители готовят да или они там питаются фастфуда может быть кафешки или кафешки либо что-то очень простое готовят но они еще не в том возрасте чтобы там нужно накормить семью соответственно у тебя совсем другой подход если тебе нужно покушать самому то эта проблема вообще легко разрешено если тебе нужно накормить семью это другая история и представь что вместо молодого парня или молодой девушки стоит женщина которая реально каждый день готовит на всю семью но она на 4 часа в день свободные пока там не знаю дети в школе она приходит и консультирует магазине тем самым она зарабатывает очень хорошие деньги она тратит время когда и удобно получает дополнительный доход и рассказывает о том чем она занимается каждый день конечно же это будет более качественная консультация конечно же мне вот допустим будет более приятно я буду более уверен в ней как рада на эксперте то есть вот эта идея как бы такая ситуация вин вин и единственное что здесь мешает это как-то не очень комфортно находиться в зале и продавать потому что могут прийти знакомые подумают что-то не то или я не знаю как это работает но это факт у нас казахстане мы вот очень активно сейчас в этом направлении это культура вы меняете культуру да да мы мы меняем культуру и мы очень сильно занимаемся я считаю тоже почти такой знаешь социальный проект по образованию потому что учитывая текучесть в рознице персонал надо на все время все время все время учим молодых ребят учим их как здороваться как разговаривать правильно с клиентами быть вежливыми мы учим их каким-то тонкостям там в технике продаж там в знаниях бытовой техники то есть мы такой знаешь на данным образовательным процессом уж и супер получается вы не только грубо говоря их обучаете тому что как продавать а еще как себя вести конечно конечно в обществе с людьми со взрослыми элементарные вещи которые к сожалению у многих там молодых людей есть пробелы в этом по тем или иным причинам ну как факт а бывает такое вот мне самой интересно правда что вы продавцу консультанту предлагаете стать допустим директор магазин а он отказывается да ну да серьезно часто часто есть такие кейсы но смотри как это работает мы не предлагаем стать директором магазина есть еще менеджер отдела то есть после продавца консультанта следующие твоя ступень это менеджер отдела то есть там ты уже занимаешься управлением грубо говоря вот своего отдела там условно говоря там белой техники да там стирал у тебя уже появляется такая ты уже становишься руководителем тебя появляется команда там человек 10-15 которые в твоем подчинении и ты начинаешь вот на них как бы оттачиваешь свои навыки руководителя параллельно мы тебя прокачиваем знаниями и дальше ты можешь стать директором магазин бывают конечно уникальные кейсы когда с продавца становится директором магазина такие есть вещи потому что ребята продавцы крутые они не хотят быть менеджером отдела потому что ну они уже не не смогут так много продавать потому что у них время время на то чтобы там работать с командой еще какие-то обязанности получаются там по заказу товара и так далее как они получают больше получается то есть вопрос финансов вопрос тогда обратный вопрос бывает что кто-то из ваших акционеров ну я знаком лично допустим господином кимом знаю кто-то из акционеров тебе звонит антон там у тебя без году недели работает продается но он хочет это сын тамарашки директор магазина уйдет куда небольшую компанию ему важно там чтобы у него было написано что он был директором магазина такого не бывает мне даже это трудно представить ну нет но было тогда вообще никогда такого не было да это и невозможно ну согласись это как-то нелогично там ставить директора магазина какого-то парня там по звонку а потом спрашивать с меня почему этот магазин не продает то есть такое никогда не работает то есть все только на опыте до до максимума что какие бывают там звонки или просьбы от кого-то продавцом консультантом мы можем взять любого парня парня девушку неважно да там может быть в какой-то конкретный магазин просят вот такое бывает одно да такое бывает но мы посмотрим посмотрим его возьмем но опять же сначала посмотрим потом возьмем да если дальше у него там будет испытательный срок и дальше на общих основаниях никаких преференций но это большая команда магазин это большая команда продавцов ребят этого это своя такая знаешь у них там надо ячейка дать там не знаю семья не знаю как называть команда и невозможно чтобы в этой команде было какое-то там инородное тело каждой области есть толковые ребята показал констану конечно конечно вообще честно говоря иногда поражаюсь сколько талантливых вообще очень крутых ребят причем талантливых в разных направлениях компания ведь большая и ты можешь развиваться и расти не только в ритейле есть очень крутые там дизайнеры есть очень крутые там видео редакторы ребята которые занимаются там продакшеном да они сидят у них у него есть интерес у него есть талант он сидит где-нибудь там не знаю уже на узенье прокачивается а потом он и работает у нас параллельно продавцовом консультанта а потом он просто берет какой-нибудь продукт снимает какой-нибудь ролик и пуля это вы все и сразу же приезжает в алмату здесь мы снимают квартиру и он здесь живет и работает получает возможность уже на крутом оборудовании там профессиональным этим заниматься если он действительно в этом разбирается это любит делать я всегда люблю приводить пример уральск там есть султан да ты знаешь вот у него работает парень гений как ты узнаешь они султан будет молчать допустим я про это же пример да ну смотри даже если султан будет молчать сейчас во время соцсетей вообще не проблема во первых мой мой номер телефона там не проблему узнать любом продавцу во внутреннем ресурсе он есть мне могут написать через внутренние ресурсы могут написать в соцсети мессенджеры позвонить ну собственно это это постоянно и происходит то есть если человек хочет и он действительно знает что он это умеет да и он без проблем заявить о себе вообще не сложно как вырасти потом получается в этих ребят забираете головного офиса алмату сколько в год с регионов приезжайте ну трудно сказать но есть такие десятки 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 это внутренний рост в командование рост на туши на вас на следующий вопрос несколько десятков человек в год приезжает до правильного мода есть как ты сказал талантливые ребята да не боишься что они могут тебя подсидеть скажем так слушай нет не боюсь и я тебе больше скажу очень тоже такая тема хорошо что я затронул как будто прям уже разбирался и сделала него мне и у многих руководителей у ребят которые становятся там руководителем но неважно там директор магазина любой руководить есть такая очень большая ошибка они считают что если их подчиненные будут развиваться то они их там подсидят или еще что-то это просто сразу же путь в никуда и честно говоря когда такие факты я вижу вы меня это расстраивает потому что это говорит о том что руководитель очень недальновидный потому что когда ты руководитель твой результат делает твоя команда ну и как бы тормозить развитие команды это значит просто ограничивать свой результат наоборот я стараюсь и всем рекомендую как можно больше инвестировать в команду времени всех ресурсов обучать делиться опытом там какими-то лучшими практиками поддерживать там развивать это все даст только больше плюс чем лучше будет работать команда тем лучше будет твой результат чем лучше будет твой результат соответственно тем больше шансов у тебя двигаться дальше потому что нерезультативных людей никто не будет продвигать ты не ответил на мой вопрос не боишься что тебя подсидят нет я не боюсь нет конечно нет а какая-то еще должен если вот сидят идешь когда-нибудь дальше директором по стратегии да и более того более того что бывают такие ситуации когда там есть вот возможность перейти на следующий уровень руководителя но для того чтобы это сделать допустим если у меня есть там вакансии регионального директора я раз директоров магазинов и первый вопрос который я задам а у тебя есть замена если ответ будет нет то ты дальше будешь сидеть на свою должность поэтому у тебя всегда должен быть готовый человек который заменит тебя в строю и и может быть даже будет еще более эффективно лучше если он будет чем более эффективно понял идем дальше до 4000 сотрудник согласен 82 магазина есть жалобы клиентов да бывает бывает вот представляешь постоянно жалко постоянно жалуются пишут там плохой отзыв там и так далее там подобно он с одной стороны клиент с другой стороны он твой парень тем более ты его знаешь лично что в таком случае но и клиент может на эмоциях написать ты же понимаешь я это прекрасно понимаю и вот как раз таки во первых жалобы клиентов для нас это очень большая возможность мы их сблагодаря замах уши извини пожалуйста который жалобы клиентов это вообще там магнум да ну типа мы этого ждем там это правда это правда вот смотри допустим у тебя компания ты не слушаешь клиентов да у тебя компания вот стоит на одном месте все следующий какой-то рывок развития или ты думаешь в каком направлении развиваться там ты можешь приглашать консультантов там можешь и еще каких-то гуру там притаскивать но не факт что они скажут что лучше для тебя будет здесь и сейчас вот в твоем рынке потому что ну они могут быть там с других стран и так далее но все что тебе нужно это просто услышать что тебе говорят клиенты поэтому это правда и я здесь полностью согласен с азаматом и мы уделяем очень много этому внимание поэтому когда клиенты жалуются для нас это как награда во первых ты видишь что у тебя какой-то процесс не работает ты его быстренько фиксишь и соответственно твоя машина едет лучше быстрее и становится надежнее и ты что становишься крепче то менее уязвим и жалобы возникают постоянно и ты прав бывают кейсы когда клиенты эмоциональны и бывает иногда даже что они там что-то додумываю там или еще что-то да там если твоему вопросу возвращаться что делать когда и что я делаю когда есть клиент который безусловно всегда прав и на первом месте и он говорит одно а там мой сотрудник говорит другое конечно же я всю эту историю понимаю самого начала и здесь и сейчас вот на этом этапе возможно там не очень прав клиент но если клиент жалуется значит тогда что я буду делать во первых с клиентом постараюсь быстро моментально решить его вопрос положительно конечно же там предоставить какую-то компенсацию а сотрудник который будет не принимать эту жалобу я просто ему объясню что пройду этот путь чуть-чуть назад отмотаю и объясню ему где в каком моменте он совершил ошибку потому что клиент не может на ровном месте вот я ты ко мне приходишь магазин я тебя очень классно встретил мы с тобой пообщались я тебя проконсультировал выявил там все твои потребности подобрал тебе идеально тот товар который тебе необходим во время его доставил рассказал как им пользоваться потом еще у тебя остались вопросы ты мне позвонил я тебя до консультирован ну с чего-то значит здесь просто это не очевидно но где-то где-то по своему пути мы совершили ошибку в работе с клиентом на кто-то из нашей команды поэтому конечно же бывают случаи когда нужно там и наказать сотрудника если это грубое какое-то там нарушение или там сознательно чаще всего нужно просто разобрать и показать ему где была ошибка и тогда он как бы поймет что люди очень эмоциональные существа нерациональные поэтому чаще всего конечно жалуются на эмоциях ну да и включаются в ответ другие эмоции и пани и самое главное да что нужно научиться делать это не включать в ответ эмоции а постараться понять человек что внедряете какие инновации в торговле электронные ценники на самом деле мы постоянно внедряем инновации что не процессах что-нибудь где-нибудь но постоянно что-то новое внедряем улучшаем электронные ценники облегчают но честно говоря я пилотного выставил на одном магазине и дальше масштабировать это пока не вижу смысла потому что это очень такое дорогое мероприятие и не дает каких-то там супер очевидных выгод то есть от тестировал тогда тестировал они стоят работают работают хорошо эффективно но пока как стоимость их в свете плюс последних событий она не как бы не сопоставима с их выгоды в рителе очень много сейчас технологий потому что весь путь клиента сейчас начинается с онлайна поэтому когда клиент приходите в магазин это уже он там полпути прошел соответственно вся работа строится на том чтобы раньше появляться у него на пути да и в основном это работа с большими данными это там искусственный интеллект и так далее вот в этом направлении мы сейчас очень активно работаем и стараемся там улучшаться ты же вот если знаешь очень хорошо что в будущем какое твое мнение через пять через десять лет очень интересный вопрос да потому что когда пришел онлайн или там случился карантин у многих были там панические настроения на заветом торговых лаэндры умерут у давай умер я думаю что оффлайн не умрет никогда это точно потому что люди очень такие социальные и потом опять же как я уже говорил эмоциональный поэтому люди приходят магазин за эмоции эмоции да 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 ты можешь почитать информацию в онлайне ты можешь даже там сравнить характеристики цены и так далее и так далее но покупать приход ты придешь в оффлайн даже если не покупать там проводить время в любом случае ты будешь ходить людям очень важно посмотреть пощупать и потом завтра все больше и больше будет в магазинах таких experience центров где ты можешь увидеть как это работает допустим зайдя к нам магазин сварить тебе обязательно предложат сварить кофе ты можешь посмотреть попробовать как-то очень вкусно просто удобно я давно не был зайду заходи к если не нальют скажу что я тебя знаю даже без этого поэтому мне видится такое будущее что магазины будут все больше такими experience центрами онлайне конечно у нас казахстане еще очень большая перспектива онлайн на рост онлайн продаж но какие-то такие во первых большие покупки во вторых там семейные ну как по типу там выбрать телевизор тому это мы либо еще что-то там тот же холодильник все хотят посмотреть хозяйки одно дело смотреть его на экране там смартфона планшета надо монитор либо проще до либо ты пощупаешь придешь откроешь им важно понять как как с этим взаимодействовать в дальнейшем и плюс конечно же это очень большие эмоции когда люди совершают эту покупку особенно если она очень крупная и для них значимая для бюджета то для них это эмоционально очень такое сначала конечно стресс потому что они понимают что им нужно расстаться с определенной суммы денег но потом это очень большие позитивные эмоции когда они пили то что они действительно хотели или мечтали об этом давно может быть копили либо там кредит взяли и теперь они этим пользуются они очень довольны и счастливы и я очень рад что мы в этой цепочке тоже присутствуем и делаем наших людей немного счастливее их быт удобнее и в этом направлении еще очень много у нас честно говоря работы так куда получается что еще вот у меня был в гостях амирхан я ему он айтишник наверно ты слышал о нем читал или знаешь или видео и так далее я могу амирхан в горизонте на 5 7 10 лет что будет он четко и конкретно будет двигаться вперед искусственный интеллект будет там то-то будет то-то условно там виртуальная реальность допустим как вы ответите то есть он дал направление айтишникам куда смотреть и посмотрите ребята туда вот по моему мнению будущее за этим то есть не надо отвлекаться там какие-то другие вещи вашей отрасли ты 20 лет в ней да там с казарма как так и что в постели два года лежала мечтал о том что пойдешь технодом и тогда куда она пойдет что будет к чему вы придете там ваша компания еще там какая-то по твоему мнению это что это по моему мнению мы придем к тому что магазины будут как experience центра мы будем общаться с покупателями уже более персонально то есть мы придем к персонализации ну и мое мнение что весь рынок движется туда не будет иметь никакого эффекта твой там баннер или там реклама на радио ничего это никому не надо в общем шуме это никто не услышит и потом это будет слишком общее размыто это знаешь как с пушки по воробьям персонализированные предложения то что тебе действительно интересно в данный момент за этим будущее мы идем туда на шаг назад можно вернуться персонализированное обслуживание и тогда качество насколько здесь играет качество обслуживание камена обслуживание качество обслуживания будет выходить все больше и больше на первый план но смотри сейчас в современном мире по крайней мере в нашем сегменте да и вообще везде вот только пользователь тоже на осталось уже нет некачественных продуктов есть в америке у нас на рынке как некачественных продуктов ну откровенно плохих некачественных там которые разваливаться рассыпаются или на второй день ломаются их уже практически нет то есть все продукты достаточно качественные с хорошими потребительскими свойствами у всех продавцов на рынке соответственно покупать был там где эмоциональная к это связи будет комфортно то есть сервис он выходит на первый план все больше и больше мы очень давно в этом направлении работаем в компании я сам очень сильно вот в это погружаюсь и то еще один очень такой ценный совет прям вот без этого можете даже розничный бизнес не начинать сервис первоклассный сервис на на первом месте это то что завтра будет реально более еще более ценно да не то что двигателем я двигателя это будет драйвером для бизнеса но если у тебя его не будет ты можешь эту компанию вообще закрывать правда да правда для меня было открытие что ты курируешь где-то 4000 человек но я думал ну там тысячу полторы там и так далее 4000 это действительно очень большой коллектив а для меня была новостью что вы несколько десятков человека забираете с регионов головной офис это и нереально круто то есть ребята работая не знаю в любой области казахстана могут завтра внутри компании строить карьеру и двигаться дальше да и очень важно здесь что это могут быть не только продажа это может быть я не знаю там финансы айти очень много это может быть там дизайн там маркетинг все понятно все что угодно не но я вот в целом говорю да что внутри компании рост рост идет метят уже так и я рекомендую еще молодым ребятам больше инвестировать свое образование в обучении это не обязательно там университет с громким именем на который многие скажут о образовании этого мнения денег там это сейчас очень простой доступ к информации очень легкий очень много информации курсов всего чего угодно в любое крупный ритейл компании ну допустим у нас образование это просто крутая выжимка можно за два года прокачаться нереально во первых получить знания конкретные по направлению да и применить их на практике что я думаю для молодых ребят очень ценно дальше применять на практике их в этой компании либо от заняться каким-то собственным бизнесом без проблем мы к этому очень нормально хорошо относимся то есть если у ребят у нас много таких кейсов когда ребята получают у нас знания применяют их становятся очень эффективными и потом говорят вот я думаю вот эта ниша привлекательная я хочу себя в ней попробовать уходят себя пробовать там может быть у них получается я за них очень рад но если вдруг что-то не получается они возвращаются к нам как бы и продолжает открыть за дверь открыта они продолжают совершенствоваться может уже с учетом своего какого-то опыта то есть ну вот в этом направлении я думаю что до сервис если вы не верите в сервис не не будете прокачивать себя в сервисе то можете ритейл бизнес не открывать может быть какую-то другую нишу посмотреть или еще что-то делать но это самое главное клиент это самый главный человек в компании да есть цитата известная генри форда не работодатель платит вам зарплату он просто распоряжается деньгами зарплату платит клиент поэтому если вы не ориентированы на клиента розница это не ваш бизнес слушай ну круто вообще конечно мне очень понравилась наша беседа еще давай последний вопрос чем ты каких принципов вернее ты придерживаешься при построении своей команды при построении команды самое главное конечно это открытость это такое очень емкое понятие но очень важно быть открытым и соответственно твоя команда тоже должна быть открыта это любая обратная связь не должна восприниматься как критика она должна быть конструктивная и конечно же на первом месте стоит честность честность как с моей стороны я никогда не буду обещать того команде там что я не могу сделать да и соответственно я жду и в команде я уверен у меня точно такие только люди но если вы столько ее сбиваете свою команду то конечно же честность это на первом месте я смотрел предыдущие твои подкасты и там как раз говорили о том что за слова надо отвечать и да я здесь полностью согласен да свое время мы это четко закрепили поэтому это не пустые слова и со временем я по там прошествии времени по жизни я вижу что это очень важно и не важно чем ты занимаешься но нужно быть честным по отношению к своему работодателю по отношению к своему клиенту по отношению к своим сотрудникам без этого точно ничего работать не будет даже если где-то сейчас там в короткую может быть благодаря там нечестности ты что-то и выиграешь но в долгую это не работает это путь в никуда да поэтому это очень важно ну и конечно же нужно время развивать свою команду нужно прокачивать нужно набирать в команду людей которые точно хотят того же чего и ты да то есть у всех должна быть одна единая цель лучше взять в команду человека у которого нету есть пробелы там в каких-то знаниях их можно закрыть но если этот человек допустим не любит клиента ну это бесполезно он будет эти знания имеет там ты ему и дашь или там в процессе он их приобретет но применять он их не будет это будет никуда тоже поэтому нужно собирать команду единомышленников если мы сейчас говорим обо мне конкретно то это обязательно должен человек быть который клиент ориентирован для которого клиент на первом месте а дальше все необходимые знания уже давать прокачивать и соответственно чтобы не быть в той ситуации которую ты описал своем предыдущий вопросе да там не боятся что тебя подсидят и тогда нужно всегда развиваться нужно всегда учиться нужно всегда там не знаю читать книги и получать информацию смотреть бенчмарки по рынку не здесь в казахстане по миру сейчас с этим нет никаких проблем благодаря интернету ты можешь посмотреть не знаю историю любой компании прочитать очень много книг в этом направлении тоже уже выпущено и все время развиваться прокачиваться прокачиваться в том чем ты занимаешься точечно то что ты можешь применить и потом когда ты это применяешь даешь своей команде соответственно ее усиляет понятно слушай очень классно поболтали ты знаешь когда мы с тобой познакомились честно тебе скажу что меня привлекло во первых ты очень четко подразделял личное и рабочие взаимоотношения да то есть мы никогда это не путали это первое второе в рабочих взаимоотношениях ты действительно не обещал то что ты не мог сделать куда мы с тобой будь скались да мы периодически там и выясняли отношения но эта работа мы никогда не переносили это на какие-то личностные взаимоотношения крайне совершенно да я я тебе сейчас очень искренне верю то чему ты говоришь это действительно ты на самом деле не просто пустые слова я не то что я хочу похвалить да там и так далее а это факт я видел это это то о чем я говорил да если я видел то что то ты предлагаешь это не будет работать на тот момент мне выгоднее было промолчать и получить какие-то плюшки да а потом ночью будет потом но я даже не знаю потому что я такой сценарий не рассматриваю если я вижу что это не будет работе я тебе сразу откровенно сказал руслан это работать не будет все верно и тогда конечно ты спросил почему но в итоге результат был хороший теперь так как ты смотрел наши подкасты только что признался да 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 это ты не смотрел их видимо хорошо у нас есть площадка для молодых предпринимателей на конце каждой программы где они могут задать там два-три вопросами и получить ответы наверное исчерпывающие да на свои поставленные вопросы то что им важно то что для них интересно и так далее сегодняшнего нашего гостя гостья сегодня в студии зовут клад я хотел бы если ты не возражаешь пригласить у него есть несколько вопросов как я понял он вашу компанию знает да мало кто не знает компания технодом и поэтому предлагаю перейти к заключительной части нашей программы пригласить код хорошо с удовольствием отвечу на вопрос спасибо антон молодой предприниматель клад антон я думаю что сейчас он в двух словах расскажет о себе чем занимается и так далее и у него есть два-три вопроса к тебе надеюсь что ты ответишь качественно постараюсь пожалуйста спасибо в первую очередь за приглашение меня зовут рахмет вклад мне 24 года я работаю менеджером по коммерции закупок тоже в ритейле в вашей же сфере и очень было интересно послушать вас но я сейчас нахожусь как раз ки на стадии своего дела открытия своего дела и у меня возникает ряд вопросов наверное давайте я первый вопрос задам вам как управляться как тоже как крии карьерист карьериста в первую очередь наверняка вы не раз попадали на эту ситуацию когда вам хотелось сменить вид деятельности и уйти из этого бизнеса и как вы справлялись такие кризисные ситуации хороший вопрос вот извини я кстати тебе не задавал было дело ну конечно за такой большой период времени периодически всякие мысли посещая потом всякие ситуации разные бывают и на самом деле розница это же грубо говоря 24 на 7 это без выходных и так далее и там 31 декабря там до 8 иногда там до 10 часов вечера мы еще торгуем потому что люди идут идут и это на разных этапах было иногда тяжеловато да и ну такие мысли посещали но к счастью у меня очень хорошие руководители которые умеют видимо как-то создавать такую среду в которой ты видишь что во первых ты в чем-то очень хорошо уже разбираешься и видишь перспективу непаханное поле которое можно тоже пройти вспахать более я знаю как надо вспахать да и это будет давать еще больше результаты и поэтому зачастую постоянно это заканчивалось какими-то новыми прорывами в существующей работе то есть находишь находится или находишь что-то новое потому что когда смотришь там анализируешь тем более уже знаешь бизнес изнутри и там можно быстро умеют просчитать если для кого-то это идея которую он будет там может быть год с ней ходить там что-то в этом направлении думать там раздумывать загружаться я могу там за 15 минут быстро в голове просчитать это не будет работать и дальше не париться то есть можно добавлю да в этот момент когда у тебя такое настроение акционеры приоткрывают для тебя поле говорит антон надо еще вот здесь пахать минеральные удобрения так посыпать даже сходы были такие чувствуют я за это очень сильно благодарен и конечно же беру это как пример и сам стараюсь быть тоже настолько же чутки ну эдуард может может ответил да спасибо за ответ наверное следующий вопрос будет теперь уже как начинающий предприниматель успешным так скажем карьеристову менеджеру есть в наше время молодые люди которые выбирают карьерный путь есть кто выбирает свое дело есть кто успешно совмещает и то и другое ну наверное процент очень низкий а есть те люди которые до сих пор не понимают что им выбрать карьеру или свое дело что вы можете посоветовать таким людям с чего начать я бы посоветовал таким людям конечно же выбрать сначала направление в котором они допустим тяготеют начать свое дело потом выбрать компанию желательно лидера рынка который уже там присутствует либо схожую модель условно говоря если ты хочешь начать свое дело в ритейле пусть не бытовая техника там не знаю может быть там да все что угодно допустим фэшн и тогда ты можешь пойти в любую крупную компанию и как я уже говорил ты можешь там научиться во первых научиться во первых ты попробуешь и это для тебя будет не то что бесплатно тебе еще за это деньги будут платить потому что если ты будешь пробовать на свое за свои деньги свой бизнес то скорее всего если ты потом поймешь что через год что это не твое тебе что-то в этом не нравится или у тебя этот огонек погас ну тебе придется зафиксировать определенные потери здесь как бы ты обучаешься тебе за это платят и ты поймешь если тебе нравится пожалуйста можешь дальше развиваться сам ну по крайней мере еще раз говорю структурированные знания это очень важно именно фундамент базу которую дают в крупных компаниях как обучение для сотрудников ну по крайней мере я буду говорить про себя у нас очень четко структурировано образование внутри обучение поэтому ты можешь прийти поучиться ты вроде сверху смотришь продавать это хорошо а что под капотом не знаешь тут ты увидишь и поймешь что это не твое а если ты поймешь что это твое то тем более окей ты там за год-два прокачаешься вообще просто капитально потом сможешь идти заниматься своим делом но как ты уже сказал очень немного таких кейсов и я бы не питал иллюзий по этому поводу где люди параллельно там строят карьеру либо работают на работодателя и занимаются еще каким-то своим бизнесом потому что все равно будет расфокус и я думаю что гораздо эффективнее сосредоточиться на чем-то одном скажи пожалуйста а вот ты имел ввиду начинающему предпринимателю или уже с опытом я имел ввиду человека вообще без опыта без фундамента да у нас надеять да и ты выбираешь одно или другое ну я тебе скажу что попробовать работать в крупной компании это на старте как бы выгоднее чем пробовать если ты вообще еще ничего не знаешь конечно если у тебя есть идея которой ты горишь болеешь то ты можешь идти это сам делать но опять же сам делать с самого начала почему я говорю очень важно пройти там от продавца консультанта там или допустим в моем случае посмотри на любой стартап любой стартап это собственник который сначала своими руками с самых мелких деталей с самого низа свой бизнес весь строит то есть он разбирается полностью ему невозможно там прогнать что там так там не так уже не проведешь но я добавлю что мое мнение знаешь задумав предприятия как минимум нужно заручиться поддержкой хотя бы человека который разбирается в отрасли ну или так да потому что там да сложно будет ну окей я думаю мы ответили совместно и заключительный вопрос наверное вы вот только что сказали про фундамент про опыт вы много лет оттачивали свои навыки получили колоссальный опыт но до сих пор не открыли свое дело вопрос пробовали ли вы вообще это дело и получилось получилось или не получилось у вас нет я не пробовал открывать свое дело потому что как я уже говорил ранее я не вижу там каких-то супер эффективных примеров когда человек работает и параллельно делает там еще свое дело поэтому я бы не в эту историю не шел а просто оставить работу в компании идти в свое дело ну такой идеи я не вижу пока там какой-то такой супер ниши и более того ну то есть ты делаешь человек делает с удовольствием то что ему интересно мне интересно это то чем я занимаюсь мне интересно работать в компании мне интересно развивать там потому что у тебя больше ресурсов если ты будешь сам это делать но вряд ли у тебя там мне интересно там у нас очень крутой образовательный центр мне интересно с ними работать делать программы там еще что то еще если я буду сам этим заниматься вряд ли таких крутых специалистов смогу сразу же на старте привлечь это как бы такое может быть нет ответа ты где-то там магазинчик приоткрыл там нет нет я думаю что это караганде это это раз фокус это и во первых я считаю что это не совсем честно по отношению к работодателю ну честно откровенно и потом как бы это значит уже что я не на сто процентов вовлечен а это значит что я как бы чуть-чуть обманываю поэтому как я уже раньше говорил нужно быть в первую очередь честно перед самим собой работодателем сотрудниками коллегами команды клиентами первую очередь а тут как бы уже не в ту сторону понял а код ты в какой сфере бритвили я тоже в электронике да ну какая компания если не секрет если не секрет фридом оба она понятно ну freedom mobile ты наемный сотрудник то конечно конечно ну просто он говорил начал что как начинающий предприниматель дали я изначально сказал что я сейчас работаю вот сфере коммерции закупок но на стадии открытия своего дела то есть у меня сейчас вот так вот вот она вилка да я думаю оставаться идти дальше по карьерной лестнице или вот возможность уже открыть что так вот вопрос открыть что-то свое в каком направлении это направление тоже ритейл я подметил fashion поэтому вот это фэшн ритейл больше ну fashion это большие перспективы ну это зависит от ниши очень много слушай вклад у нас же был тимур ты смотрелся конечно он же четко говорил да если ты хочешь там много зарабатывать работой и роман да кстати про freedom мобайл по моему я у него спрашивал у тимура да потому что я вижу эти вывески я телефон пошел торговать что-то такое было но интересно и тимур говорю еще одну вещь сколько ты работаешь во freedom полтора года сначала дать это он и говорил то что люди к нам приходят потом их у нас забирают там они пришли джунами да а их потом там на какие-то должности а там забирать так и видимо здесь но зато вот он клад хочет 24 будет хочет пойти собственное направление развивать тоже классно классно но если это ты задавал вопрос именно от себя и я бы не рекомендовал тебе параллельно этим заниматься может быть конечно ты сразу же в одном пойдешь то есть в этот fashion им займешься это будет эффективнее чем ты будешь делать это на параллельно потому что понимая понимая структуру в которой ты работаешь ну явно у тебя будет такой раз фокус наверняка это требует от тебя отдачи да лучше фокусироваться на одном и делать это хорошо спасибо слушать больше вопросов да еще нет спасибо большое за ответ и исчерпал антон спасибо тебе вот тебе спасибо большое уважаемые зрители всем большое спасибо подписывайтесь на наш канал ставьте лайки впереди еще будет очень 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 много интересных тем и очень много интересного всем до свидания